Аэропорт Пулково бьет все рекорды. Планируется, что в этом году услугами аэровокзала воспользуются более 9,5 миллионов человек, в то время как лучший показатель был зафиксирован в 1990 году. Это 9,2 млн пассажиров. Однако с таким пассажиропотоком все сложнее справляться. Оба терминала, и Пулково-1, и Пулково-2, морально устарели. До конца этого года компания «Воздушные ворота Северной столицы», занимающаяся развитием аэропорта, инвестирует более 15,5 млн евро в модернизацию существующих терминалов. В то же время продолжается работа над проектами строительства новой инфраструктуры. Через два года планируется построить новый терминал – Северная посадочная галерея. А в январе 2014 года Пулково-1 закроют на реконструкцию. Только через полгода аэропорт получит три полноценных терминала. К началу зимы, к концу октября точнее, мы планируем полностью уйти от земельных работ, запетонировать всю нулевую отметку и, соответственно, перейдем уже к массированному возведению перекрытий. По-прежнему остается острым вопрос транспортного сообщения аэропорта с городом. Недавно стартовал проект аэроэкспресса из Пулково до Балтийского вокзала. А вот строительство дороги для скоростного трамвая, связывающего аэропорт с центром города, пока отложили. У нас есть определенные сожаления, что забуксовал городской проект. Аэропорт, в принципе, я не вижу в этом большой трагедии, но, естественно, мы как аэропорт заинтересованы, чтобы аэропорт был связан максимальным количеством возможных путей. Ну, естественно, рельсовый транспорт сложно заменить обыкновенным транспортом, и мы, еще раз подтверждаю, всячески заинтересованы в его приходе в аэропорт. Как минимум на генплане место под рельсовый транспорт запланировано, и мы надеемся, что там тоже скоро начнется строительная активность. Остается надеяться на аэроэкспресс, который, как обещают разработчики, позволит добраться до Пулково с Балтийского вокзала за 15 минут. Строительство магистрали должно начаться в 2012 году и завершиться в 2015. Вся программа модернизации аэропорта Пулково рассчитана до 2039 года. К тому времени предполагается ежегодно перевозить до 35 миллионов человек. С таким пассажиропотоком сегодняшним маршруткам и автобусам точно не справиться. Наталья Бабенко и Роман Рожков.